Всем здравия желания! С вами снова я, Иванов Сергей. Сегодня я хочу вам рассказать и показать, как при помощи карандаша, простого карандаша, можно сделать паяльник. И возможно ли это вообще, как показывают у нас на видео везде, что с помощью карандаша можно сделать паяльник. Для этого нам понадобится карандаш самый простой, крона, 9 вольт батарейка, ну и соединение, чтобы, как говорится, куда ее подсоединить, чтобы нам сделать паяльник. В общем-то, берем карандаш, проделываем в нем отверстие, чтобы он проходил через центр карандаша и касался грифеля. Пропускаем туда проводок, в это отверстие, зачищаем. Проводок берем, можно одножильный, у меня взят многожильный, толстый, потолще можно, потоньше. Нож, главное, чтобы он проходил через центр карандаша и грифеля. Вот это вот, потоньше. Вот таким вот образом. Не хочет заходить. Сейчас он идет. Туники. Вот, видите, он зашел. Так, вот мы его соединяем. Видно, да? Вот обматываем вот таким вот образом. И закручиваем. Сколько плотнее было. Так вот. Таким вот образом. Один у нас есть. Теперь, ко второму концу нам нужно... Здесь у меня комплимитивно, конечно, видите, да? Вот взятый такой вот разъемчик, видите, специально для того, чтобы разъем до крона, чтобы сюда вторую крону. Здесь вот второй проводок, как говорится, плюс-минус. Сюда соединяем крону, подсоединяем. Значит, вот таким вот образом, чтобы не на крону провода отсидеть. Вот. Все. У нас уже питание здесь есть. И вот. Теперь плюс-минус, естественно. Здесь получается у нас, если мы соединим вместе, короткое замыкание. Но через грифель он идет не совсем коротко, там идет какое-то сопротивление небольшое в омах. И он же не дает полной короткой. Но тем не менее, как мы знаем, что при коротком идет нагрев. Ко второму проводку мы подсоединяем олово. Ну, я просто сейчас для показа просто соединю вот таким вот образом. О, побратнее, чтобы было. Вот так вот накручу. На этот проводок. Вот. Видите? Все. Вот это олово ко второму концу. К одному карандаш, допустим, плюсу карандаш, карандаш и грифель центральный. А к другому проводку олово. Все. Теперь мы сейчас будем замыкать между собой. Вот, обратите внимание. Вот, пошел нагрев. Вот, пошел-пошел нагрев. Видите, дымит даже. Вот. И так он плавится. Вот оно, видите, пошло-пошло-пошло. И суть в том, что, когда постоянно держишь, он быстрее. Вот оно, вниз. Все. Вот таким вот образом. В общем, мы убедились, что таким образом действительно происходит. Из карандаша, из грифеля можно сделать паяльник. Так вот, примитивно. Но суть в том, что происходит короткое через грифель. Но не совсем короткое. Мы даже сейчас посмотрим, какое там сопротивление получается у нас на грифеле и на проводе. Через грифель. Возьмем метр и посмотрим. Так, сопротивление. Так вот, сопротивление у нас. Так, сейчас мы подставим под ложечку, чтобы было видно. Так, значит, вот. Да? И пос... Так, оно тут с задней стороны. Посмотрим сейчас. Сюда. Ну, 19 Ом. Видите? 19 Ом он показывает. Не полное, короткое. А так, если замыкание у нас идёт, когда полное, у нас показывает, должен по нолям быть. Видите? Вот это вот полное, короткое. Ноль. Вот. Таким образом мы убедились, что при помощи, ещё раз, карандаша, простого карандаша, и кроны, проватков, естественно, можно сделать паяльник. Вот таким вот образом. Всё. Это реально всё работает. Всего-всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok